Сегодня поговорим о том, о популярности, почему люди хотят быть публичными, популярными и поговорим о том, почему государству выгодно. Это такая вот система, при которой люди с комплексами, главный комплекс это комплекс неполноценности, конечно, люди бездарные, люди недалекие. Почему они рвутся на телевидение, почему они становятся популярными и кому это выгодно. Сейчас мы делаем еще один интересный проект вместе с известным психотерапевтом Владимиром Куком на нашем канале. Это видео-энциклопедия зависимостей. И вы очень много интересного узнаете из этого проекта. Узнаете об информационной зависимости. В частности, первая тема была посвящена сексуальной зависимости. Но почему бездарные люди, люди с комплексами рвутся на телевидение? И почему там не может быть талантливых людей, счастливых людей? Дело все в том, что счастливый человек, он не нуждается в одобрении. Он не нуждается в любви. Он ее не просит. Он наслаждается этим состоянием. Когда вы видите на экранах глупые улыбки этих участников, ведущих, то это говорит, ну о чем это говорит? О том, что у этих людей есть огромная потребность в признании, огромная потребность в любви, в одобрении. Это не хотят, вот смотрите на меня, вот я какой или какая. Это форма гиперкомпенсации. Так же, как и история успеха. Это форма гиперкомпенсации. Вот мы читаем, значит, был бомж, человек стал крупным бизнесменом. О нем рассказывают, его показывают, у него берут интервью. Это форма гиперкомпенсации. Форма одобрения, форма признания. Общество признает его. Для человека это важно, оказывается. То же самое и для публичных людей. Многие из которых ничего не добиваются. Ничего из себя не представляют. Они посредственные, бездарные люди. Но благодаря вот этой вот славе, они как бы воображают себя звездами, воображают себя признанными, воображают себя значимыми, важными, ценными и счастливыми членами общества. Вот это и почему для них важно постоянно находиться в центре внимания. Потому что, ну вот это такой эмоциональный наркотик, без которого они не чувствуют свою важность и значимость. Понимаете, вот это. Иллюзорную, конечно. Но вот этот наркотик им необходим. Поэтому такие люди любой ценой прорываются на телевидении, в газеты. Понятно, что таких людей много среди политиков. Политики, они ведь публичные персоны. А вот это все гиперкомпенсация. Это все потребность в одобрении и в любви. Ну и вот они, значит, себя считают звездами. Я хочу сказать, что каждый человек звезда. Но когда человек начинает как бы навязывать себя и не то, что... Ну вот навязывать себя, то получается обратный эффект. То есть, получается отторжение. И неверие просто в свои же силы. И в свою уникальность. И вот для того, чтобы люди поверили в эту свою уникальность, им необходимы вот эти вот многие-многие глаза и уши, которые бы... Вот эта узнаваемость, эта слава, которая им должна сказать о том, что они значимы. О том, что они уникальны. Вот эти вот публичные личности. Но... Это полбеды. Как говорится, в принципе, можно по-другому посмотреть на эту ситуацию и подумать о том, ну хорошо. Мы, в принципе... Ну, вот здоровые люди, которые на этот балаган смотрят, да, могут сказать, ну хорошо, действительно, ну может это поможет человеку как-то справиться. И сделает его немножко лучше, счастливее, спокойнее. А вот... Но на самом деле, от этого это чувство жалости в нас говорит. И сочувствовать убогим, ну не стоит. Во-первых, это... Ну это для всех оскорбительно, да, когда мы сочувствуем, когда мы жалеем человека. И к нему так относимся, как к убогому, как к инвалиду, да. А в данном случае моральному, морально-психологическому, интеллектуальному инвалиду, да. Который не может справиться самостоятельно со своими комплексами. И все это выносит на всеобщее обозрение. И, как бы, играет роль вот этой вот звезды телеэкрана, да. И, конечно, не надо жалеть. Потому что вреда от этого гораздо больше. Я объясню, в чем этот вред. А вред этот состоит в том, что вместо того, чтобы масс-медиа выполняли вредные высокие задачи. И действительно ценные важные, к которым относится научно-просветительская деятельность, развивающая деятельность, деятельность по развитию человека и общества. Масс-медиа играют роль не психотерапии даже, наоборот. Они усугубляют эти комплексы у людей, да. Они вызывают только зависимость. У участников вот этих шоу, этих телепрограмм, которые, по сути, формируют у себя вот эту вот телезависимость, информационную зависимость. Эту зависимость от славы и популярности мы помним, что эта зависимость может обернуться чем? Вот Герострат, например, да. Вот он разрушил храм Артемиды. Вошел в историю. А, по сути, эта деятельность разрушительная. Жажда славы, жажда известности, жажда популярности, жажда успеха, так называемого. Вот. И, с другой стороны, зрители, которые видят это одно и то же, одни и те же лица, одни и те же глупые улыбочки, мнения, которые предсказуемые, которые банальные, которые неоригинальные, которые тупоумные. Это все постоянно прокручивается. Вот там крупные бизнесмены приходят. Знаете, крупные бизнесмены, они же тоже, почему они крупные? Опять же, комплекс неполноценности. Опять же, гиперкомпенсация этого комплекса. Ну, нормальному человеку не нужны миллионы и миллиарды. Не нужны. Но обходятся тем, что есть. Ну, какой-то суммой, да, для жизни. Вполне можно обойтись небольшой суммой и жить, и быть вполне счастливым и радоваться жизни. Этим надо самоутверждаться. Эти бизнесмены, им этого мало. Они идут на телевидение. Они, понимаете, не может быть богатый человек умным. Не может. У него нет времени для развития. Просто его нет. Он занят зарабатыванием денег. Это сам прошёл. Когда я занимался бизнесом, я настолько тупел, что я всё бросил. И решил, что мне интеллектуальная пища гораздо важнее, чем деньги. Вот. Они предсказуемы тоже. Они выходят. Одно и то же говорят. Убеждают, что дешёвая рабочая сила должна быть, чтобы они больше зарабатывали. Ну, и так далее, и так далее. Там про налоги тоже всё. Убеждают, как это вредно. Прогрессивная шкала налогообложения. И так далее, и так далее. Понятно, они отстаивают свои интересы. И им необходима эта гиперкомпенсация. Потому что это психически нездоровые люди. С комплексами огромными. Вот. И это о тех, кто участвует. А те, кто смотрит это всё. Вот. Это вторая сторона медали. Люди, которые смотрят это постоянно на одни и те же лица. Одни и те же мнения, по сути, которые не отличаются ни остроумием, ни оригинальностью, ни глубиной. Которые, ну, известны. Что получается? Получается, что благодаря этому происходит порабощение сознания человека. И вот порабощает сознание то, что известно. И это можно в самом широком смысле слова рассматривать. Вот эту известность. Это и известность отдельных людей, которые вот, ну, сколько я вот не читаю, да, там. Допустим, ну, я так не считаю. Ну, иногда я. Вот имя на слуху. Ну, там, я несколько лет не смотрю. Вдруг я вот решил прочитать. И я вижу, что умом человек не блещет, не отличается. Ни умом, ни оригинальностью, ну, ничем, да. Но он уже несколько лет демонстрирует себя. Он уже много-много лет вещает с экранов. И это настоящее проклятие для зрителей и для свободы. Потому что на самом деле у человека есть выбор. У человека есть выбор между известным и неизвестным. И вот свобода, как раз, она достигается выбором неизвестного. А несвобода – это то, что известно. Несвобода – это религиозные догмы. Это национализм. Ведь, вы знаете, некоторые малочисленные народы утверждают, что благодаря национализму они сохраняются. Всё наоборот. Национализм их, наоборот, их укубит. Он мешает их развитию. Но они в этом себе не признаются. Никогда. И, к сожалению, будет происходить то, что происходит. Язык, конечно, здорово нас ограничивает. Язык наш. И мы... Ведь он же не развит у людей. Вот посчитайте свой словарный запас хотя бы. Вот у Пушкина какой словарный запас и у вас. Сравните, скажем, поэзию Маяковского и каких-то современных авторов. Вы увидите огромнейшую разницу. То, что говорится на телевидении, например, то, что пишут там какие-нибудь... Джиду Кришнамурти, мой любимый мыслитель, оригинальнейший ум 20 века. Вот, пожалуйста. И, кроме того, ведь это один язык. И он тоже нас держит в рамках определенных. Известно, что, когда вы изучаете иностранный язык, вы как бы выходите за рамки своей личности. Вы даже, может быть, становитесь другой личностью. Это важно, чтобы человек изучал иностранные языки и говорил на других языках. Этим тоже мало кто занимается. Ну, и так далее. И так далее, и так далее. Вот. Поэтому... Поэтому мы... Мы здесь, конечно, не свободны. Мы порабощены. И... С рабством... Ну, конечно, рабство... Поэтому я и говорю, что рабство – это выбор. На самом деле, вот вы свободны. Вы... Каждый из вас свободен. И ваша жизнь – это только ваша жизнь. И вы сами выбираете, какую жизнь вам прожить. И если вы хотите быть людьми, как бы, из вторых рук, это тоже ваш выбор. Если вы хотите следовать вот этому паноптикому всему, да? Этим нездоровым людям с огромными психологическими проблемами, с комплексами, неразвитыми, со штампами в головах. Не осознающими себя, живущими в прошлом. Или в каком-то мифическом мире, да? Которые, ну, не являются индивидуальностями, личностями. Несчастными людьми. То вот, пожалуйста, у вас есть всё для этого, в принципе. Чтобы быть психологически, интеллектуально горбатыми людьми. И вам в этом помогут. Если же вы хотите прожить свою жизнь, яркую жизнь, счастливую, интересную жизнь. Жизнь, наполненную именно печатью вашей индивидуальности. Познать себя, прийти к себе. Раскрыть себя. Да, ведь, вот, по сути, ну, каждый человек гениален, да? Но один человек раскрывает этот потенциал своей гениальности, а другой нет. Вот если вы хотите, то у вас тоже есть такая возможность. Вы свободны. И для этого есть и книги, и мыслители есть. И люди, которые готовы вам помочь и сделать так, чтобы вы стали собой. И приняли себя. И были счастливы. Это возможно. Нам, конечно, мы думаем, что счастье невозможно. Потому что нам, ну, вот, нас уже настолько опутали, настолько поработили, настолько уже, ну, изнасиловали просто, да. Построив и экономический концлагерь, экономический гулаг, ментальный гулаг концлагерь. И, ну, просто вот кажется, что вот эти негативные ментальные программы, что это все уже не преодолеть. Нет, на самом деле, можно преодолеть. И вам в помощь психология, психотерапия. Вам в помощь наши проекты, о которых вы можете прочитать в описании к данному видео. Конечно, книги выдающихся умов, мыслителей, философов, видеоролики. Я бы вам порекомендовал почитать и посмотреть выступление Джиду Кришнамурти, которого я уже упоминал сегодня. Георгия Гуджива. Это будет очень полезно для развития, для формирования и для настоящего освобождения от рабства. Еще раз подчеркну, что свобода от известного – это путь к познанию себя. Спорьте, отрицайте, сомневайтесь в том, что вам известно. Наблюдайте за собой, за своими реакциями. И таким образом вы придете к себе. Самая главная цель и работа – это работа над собой. Тогда, да, что-то… Тогда поменяется жизнь. И ваша жизнь изменится, и жизнь вокруг вас тоже изменится. А пока вот мы в этом известном, во всем ходим, как вот в трех соснах, да, то ничего не поменяется. И мы будем жить в мире иллюзий, конечно, в вымышленном мире, в мире мифов своих собственных, созданных за нас. Но, по сути, все это миф. То, в чем мы варимся. Это и… Ну, религия, понятно уже. Это национализм государства. Тоже большой миф, созданный, которым мы живем. Телевидение создает мифы. И с помощью телевидения очень здорово ограничивают нашу свободу. Вот поэтому… Кто там на телевидении ходит и смотрит? Воры времени. Воры времени. Хронофаги называются. Хронофаги. Вот те, кто делает телевидение сейчас, и те, кто смотрит, это хронофаги. Это люди, которые разменивают свою жизнь на мелочь. Вот. На ерунду. И если человек… Если вы видите постоянно человека, выступающего по телевидению, медийную личность, медийную персону, вы знаете, что это хронофаг. Это вор времени. Цель которого… Ну… Отупить. Отупить вас. Нет… Да, и чтобы вы уже думали об авторитетах каких-то… Вот это авторитет. Якобы, вот он выступает. Вот надо прислушаться. А на самом деле, это просто… Нужно, конечно, избавляться от власти авторитетов. Никаких авторитетов не существует. Авторитет для себя только вы сами. Вы уникальная личность, вы индивидуальность. И вы… Ваша задача раскрыть это в себе. Это у вас всё есть. И перестать быть зависимыми от этого ящика, например. Почему люди… Вот многие хотят купить, допустим, наши книги, да? Вот то, что мы делаем с доктором Куком. Но говорят, вот денег нет. А почему денег нет? Это же тоже не случайно. Да? Да, бедность искусственно создана для того, чтобы контролировать умы людей. Ведь, смотрите, если у человека будет свободное время, если у него будут деньги, он что? Он же захочет пищи для себя интеллектуальной. Он же захочет это время заполнить. Правильно? Это неизбежно. Неизбежно. Потому что появится эта потребность в интеллектуальной пище. И, имея деньги, он будет готов заплатить за книгу, которая перевернёт его сознание. И изменит всю его жизнь. И сделает его собой. И сделает его уверенным в себе. И индивидуальностью. Заставит поверить в свои силы. Вот почему у людей нет денег. Это способ контролировать их умы. Потому что у людей денег хватает только на что? На еду. А платить счета, аренды. Плюс, помимо этого, ещё там кредиты. Общество потребления. Да, вот вместо истинных целей ставятся цели ложные. И так далее. А государство аккумулирует у себя эти деньги. И на что оно их тратит? На телеканалы. Которые чем занимаются? Вот тем, о чём я сегодня говорю в этом ролике. Так что промывкой мозгов, порабощением умов и дебилизацией людей с помощью незакомплексованных, нездоровых и ограниченных умов. Которые на телевидении идут, в шоу участвуют, в телевизионных выступают, ведут эти шоу и так далее. И все пребывают в этом рабстве, из которого вырваться можно. Можно, можно. Легко. Но для этого нужно начать осознавать себя, заниматься самонаблюдением. И захотеть, захотеть раскрыть свою индивидуальность. Быть свободным. Осознать, что вокруг не свобода, что мы, по сути, в тюрьме живём, в ментальной тюрьме, в экономической тюрьме. И революция возможна только тогда, когда вы начнёте строить другой мир. Но этот мир нужно построить внутри себя. Вот этот рай. Это новое общество. Этого другого человека. Индивидуальность. Вот тогда есть шанс, что изменится и мир вокруг вас. Но сначала вам следует измениться самим. И эти перемены, возможно, с помощью психологии, психотерапии, мышления, критического мышления, осознания. Всего этого. А для этого надо захотеть. Захотеть. Вот. Попробуйте захотеть. Я вам желаю удачи, успехов. Задавайте вопросы. Подробности в описании к видео. Спасибо, что вы с нами. Пишите нам. Продолжение следует...